Дорогие друзья, приветствую вас во имя Иисуса. Будьте благословенны. Я так рад, что Господь, Он победил смерть, Он победил ад, и Он сказал, дана мне всякая власть на небе и на земле. У Господа вообще нет никаких проблем. Поэтому Он сказал, со мной идите, и у вас не будет проблем. Я всегда буду с вами, во все дни. Поэтому давайте сегодня ободримся, давайте прогоним всякий страх Словом Божьим. И будем осознавать, что с нами Тот, Которому дана вся власть, не только на земле. Люди борются за власть на земле. Ему за пределами земли, во всей вселенной, на небесах дана всякая власть. Абсолютная власть, стопроцентная власть. Поэтому просто ничего, не бойтесь. И прежде чем я буду проповедовать, у меня есть три вещи, которые я хотел бы сказать. Первое. Если бы верующие были бы такими же послушными, как сегодня они послушны правительству в разных странах, и если бы они так же слушались Богу, я не против послушания правительству, послушайтесь. Если бы люди были бы верующие, были бы так же послушны Богу, им скомандовали, и они так же послушны, пришло бы большое пробуждение, которого мы даже еще не читали ни в Библии, нигде. Все. Верующим сказали, сидим дома. И верующие сели все дома. Все сели дома. Ну да, там, знаете, по-разному люди начинают говорить, выкручиваться, но страх есть страх. Страх, как ни прячь, он будет все равно вылезать. Завтра тебе скажут, ты вообще не имеешь права из дома выходить. Ты вообще не имеешь права теперь читать Библию, потому что Библия под запретом. Что ты будешь делать? Второе. Сейчас уже чувствуется вот этот ветерок. Помните, как Иисус говорил о двух домостроителях? Что оба, два человека строили дом. Один и второй. Они строили, и они мечтали о хорошем, надежном доме. Но испытания показали, что у одного дом был прочный, а у другого тут же развалился. И сейчас мы это будем видеть все больше и больше. Сейчас уже чувствуется ветерок. Еще, поверьте, еще ветра нету. Дождя еще нету. Реки еще не разлились. А уже многие дома трещат. Почему? Ответ один. Основания никакого нету. Нету основания. У дома у него должно быть основание сцепления вместе с фундаментом. С Богом. Если этого нету, все. Тебе одну новость скажут. Наврут. Просто тебе наврут. Солгут. Ты поверишь в нее, и так и будет, как ты поверил. От начала так дьявол действовал. Его тактика не изменилась. Он соврал Адаму и Еве. Он сказал, что если вы сорвете этот плод, ничего с вами не произойдет плохого. Вы станете, наоборот, лучше. Вы станете, как боги. И они умерли. И третье. Давайте сегодня наблюдать на то, что мы говорим. Это так важно, потому что то, что мы говорим, показывает, чем мы наполнены. Чем мы наполнены. Если мы наполнены страхом, мы насмотрелись новостей. Да чем больше ты смотришь новости, тем больше ты хочешь их смотреть. Тем более внимательнее ты слушаешь Голиафа. Я сейчас буду рассказывать об этом. И Голиаф тебя втопчет. Поверь, ты еще на поле боя не вышел, ты уже мертвый. Ты уже парализованный. В Библии написано, что Саул и весь Израиль вместе с Саулом дрожали от страха. Никакого еще не было даже представления. Знаете, этот Голиаф не вышел, мечом не махал, не показывал ничего, ни копье не метал, ничего. Просто говорил. И уже были все напуганы смертельным страхом. Послушайте, это не шутки. Я сейчас вижу, что многие шутят, многие пытаются шутить. Послушайте, одна же шутка придет конец. Уже будет не до шуток. Потому что тебе ты ответственен за свой дом, который ты строишь. Это твоя будущая жизнь. Хочешь оказаться под обломками, тогда не слушай, что Бог тебе говорит. Хочешь, чтобы твоя жизнь процветала, несмотря на то, что в стране кризис и в мире кризис. Слушай, что Бог говорит. Внимательно слушай. Как сотник. Что он делал? Он внимательно смотрел и внимательно слушал, о чем Иисус говорит. И когда ты человек внимательный, то до него доходит. И он подошел Иисусу и говорит. Аминь, скажи только слово. Тебе не надо тратить вот это время на поездку ко мне. Ты по пути, ты столько еще исцелишь людей. Просто скажи слово. И выздоровеет мой слуга. Он понял. Почему? Потому что был внимателен. Аминь. Итак, тема проповеди будет называться «Истинная свобода». Послушайте, от самого начала мы видим, что Бог человека создал свободным. Почему? Потому что сам Бог свободный. Никто не угнетает Бога. Дух Святой не угнетает Иисуса. Иисус не угнетает Отца и не достает Отца. Отец не порабощает своего сына и не приказывает ему. Послушайте, у них нет проблем. У них свобода и любовь. И Бог сказал, сотворим человека по образу нашему и подобию нашему, чтобы человек был свободен. И когда человек свободен, тогда он счастлив. Послушайте, какое счастье может быть, знаете, в доминировании, что над тобой кто-то, кто-то давит, кто-то придавливает тебя. Нету никакого в этом, в рабстве нету никакого счастья. И истинная свобода, о чем идет проповедь, она может быть только там, где есть Дух Божий, где есть Дух Святой. Потому что в Слове написано, 2 Коринфянам 3,17, Господь есть Дух, а где Дух Господен, там свобода. Послушайте, Дух Господен не приходит туда, не проявляется там, где его, в нем не нуждаются. Несмотря на то, что Бог, Он всемогущий и вездесущий, в одном месте Он проявляется очень ярко, а в другом месте Он никак не проявляется. И как Иисус сказал, Дух Господен на мне, Он помазал меня, освободить пленных на свободу. Представьте, Дух Святой заботится о пленниках, страха, те, кто находятся в плену, в какой-то тюрьме. Помазание освобождает человека от рабства, от страха. Представьте, у человека все в порядке, внешне. Ты на него смотришь, ты видишь, что у человека все в порядке, а он на самом деле боится. Боится. Чего боится? Еще ничего не произошло. С тобой еще ничего не произошло. Ты уже боишься и рисуешь себе страшную жизнь, страшное будущее. Вот то будущее, которое ты рисуешь, ты обязательно туда попадешь. Так было с израильским народом. Они рисовали себе страшное будущее, хотя от начала им Господь показал истинную картину. Я введу вас в землю, где течет молоко и мед. Он показал им картину. Запомните это. Они говорят, мы все умрем, мы все умрем. Давайте изберем другого лидера и вернемся в Египет. Что у нас там не было гробов, что ли? Мы все здесь умрем. Что с ними произошло? Они все умерли там, в пустыне. Бог так и сказал. То, что ты говоришь, то с тобой и произойдет. Один пастор, я слушал проповедь, говорит. Почему так люди верующие говорят о кризисе? О кризисе, что так все плохо, так все плохо. Он говорит. У меня в первый кризис было вообще все шикарно. А во второй кризис у меня еще лучше было. В третий кризис вообще у меня было все замечательно. Он говорит, я не понимаю, почему верующие так боятся. Когда ты чего-то боишься, то ты не свободен. Послушайте, Господь сегодня нежно, таким нежным своим присутствием и дуновением ветра хочет с тебя сдуть всякий страх. Так просто пыль эту сдуть, чтобы ты даже не размышлял о страхе. Послушайте, чего нам страшиться и чего нам бояться, если мы уже сейчас перешли от смерти в жизнь? Что нам бояться, если мы идем на небеса? Понятно, люди этого мира, контролирующие, развивающие вот эти все эпидемии и так далее, у них жизнь только здесь. Они на небеса не могут пойти, потому что они туда не хотят войти. У них уже свой рай есть. Они рай свой не хотят покидать. А нас что держит? Мы здесь проживем ровно столько, сколько отмерено Богом. Зачем же волноваться тогда? Зачем же волноваться? А справится мой родитель или нет? Послушайте, у детей нет такого стресса. Родители справятся или нет? Справятся родители или нет? Представьте, ребенок рождается в новый мир, в котором он еще не был, из утробы матери. И у него нет этого стресса. Справятся родители или нет? Справятся родители или нет? Он просто рождается, он не задумывается об этом. И родители, конечно же, принимают его и справляются. Нет проблем. Свобода, истинная свобода приходит тогда, когда небо отвечает. А небо отвечает, когда туда сделан запрос. Смотрите, как написано в Библии. Самое начало Библии повествует и дает нам веру и надежду сильную. Смотрите, как написано. Вначале сотворил Бог небо и землю. И несмотря на то, что земля была безвидна и пустая, пустая, представьте, темная, пустая, света не было, темная, и вода была разлита здесь. А на небесах такого не было. Ничего плохого про небо не сказано. А про землю сказано плохо. Что она вначале была страшная. Ну и а как? Темно, света нету, электричества нету, нету ни деревьев, нету ни рыбок, нету ни зверей, нету человека, нету ничего. Страшная земля. А небо уже есть. И вот с неба. Почему с неба? Потому что мы молимся и говорим, Отче наш, сущий на небесах, живущий на небесах. Небо. Бог оттуда говорил. И на земле стали происходить разные прекрасные вещи. Сегодня мы живем на прекрасной земле, потому что небо ответило на землю. Небо создало землю. Понимаете? Так вот все реагирует. И небо, оно сделано специально для земли. То есть, ни в чем так сильно земля не нуждается, как в небе. Послушайте, все агрономы это знают. Что если не пойдет дождь, а дождь идет с неба, то будет засуха. Если будет засуха, будет голод. Урожая не будет. Люди съедят все запасы, и что они будут есть? Что? Друг друга? Поэтому небо всегда отвечает. Каждый год идет дождь и идет солнце. Оно оттуда, понимаете? Оно не на земле находится, оно идет оттуда, сверху. И это все прообразы для нас, что все благословения, в которых мы нуждаемся, находятся там, на небесах. И мы имеем туда доступ через Иисуса Христа. Наш отец там живет, вообще-то. Это не какой-то далекий дядя, которого мы так никогда не видели, только и слышим о нем. Нет, отец наш живет там. Поэтому у нас воссоединение, у нас есть полные права рассчитывать на небеса. Вы знаете, что когда блудный сын шел домой, он рассчитывал на отца. Иначе он бы туда не пошел. Сначала, конечно, он рассчитывал там на свои мышцы. Мышцы подвели свои. Он рассчитывал на дядю. На богатого какого-то дядьку, к которому он там пристал, познакомился. Тот ему ничего вообще не платил. О свиньях было лучше забота, чем о блудном сыне. И тогда он вспомнил. У меня же есть прекрасный отец. Послушайте, друзья, не вспомните и нам, что у нас есть отец прекрасный на небесах. И он не против, что ты пришел к нему. Он ждет. А почему мы знаем, что ждет? Написано, что когда сын был еще далеко, увидел его отец и побежал к нему навстречу. Понимаете? Вот здесь говорится о природе отца. Он стоял и смотрел далеко. Он каждый день выходил и смотрел. И появляется ли какая-то фигура, изменение на горизонте. И вдруг он увидел изменение на горизонте. И он увидел больше и больше и больше. И он понял, это сын идет. Что он сделал? Он не мог дождаться. Он не сидел в позе царя. Я жду, чтобы он пришел к моему трону. Упал прямо, упал, чтобы головой, чтобы разбить. Чтобы шишку хотя бы набить. Чтобы я так с ним мог поговорить. Нет, он побежал навстречу. Вот как небо реагирует на землю. Желание воссоединиться. Аллилуйя. И вот верующий человек, когда он живет на земле и умирает, куда он идет? На небеса. Аллилуйя. Так апостол Павел сказал, что мы оттуда ожидаем нашего Господа и Спасителя. Оттуда. Так почему же ты так хватаешься, ты и держишься? За ледник. Это айсберг. Ты должен понять, что он тает. Да, ты по нему ходишь. Да, ты не тонешь сейчас, пока что. Но он тает. Ледник, на котором ты находишься временный. Это айсберг. Небо. Это прекрасное место. Верующим пора бы об этом задуматься. Именно это Иисус и сказал. Я прошу вас молиться об этом. Из первых пунктов молитвы. Иисус просит верующих на земле молиться о том, чтобы небо пришло на землю. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое. Понимаете? И что дальше идет? Да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как и на небе. Вот. Первое твое начало – это здрасте. Ты приветствуешь, ты восхищаешься, ты словословишь Бога. А второе – сразу же просьба, чтобы небо пришло на землю. Я понимаю, что все верующие резко хотят дернуть отсюда. Потому что здесь намечается большой коллапс. Бум! И никто не хочет дышать этими бактериями, этими ядерной зимой, понимаете, и что там еще у них там планируется. Никто об этом не хочет. Все хотят так, знаете, прям просто уйти с земли. А может, мы так скоро и уйдем. Господь просто придет и позовет нас, и все, время, и заберет свою церковь. И будет пропажа миллионов людей. Я скажу так. Сто процентов. Когда ты будешь думать о небесах, у тебя будет больше радости, у тебя будет больше веры, у тебя будет лучшее настроение. Когда ты задумываешься о земле, что же нас ждет, что же с моими запасами, что же с моей недвижимостью, что же с моими накопленными акциями, снимать или не снимать. Представьте, а многие верующие живут и плевать на все, на вот эти, знаете, на такие вот эти колебания там. Они живут для Господа. Представьте, как в первое время было. Верующие, написано, продавали свое имение и приносили проданное к ногам апостолов, и в церкви восполнялась всякая нужда. А знаете, что буквально через некоторое время стало происходить? От них отбирали эту собственность. Их оконфисковывали. И представь, ты мог бы отдать и прославить Бога, и помочь своим братьям и сестрам еще больше. Ты не захотел. И пришли солдаты, и отобрали от тебя. А почему? Потому что ты сектант, ты верующий в Иисуса. Вписан, но у них отбирали. И что с ними делали? На арену. Друг, вот тебе прямая финишная на арену. Там косматые ждут тебя, львы. Все было так. Вот вы его если на арену, куда его дом? Понятно, переписывался там, продавался. Поймите, что если мы свою жизнь не потратим, энергию свою, не потратим на царство, не потратим для Господа, а у нас ее все равно заберут. Только пользы от этого уже не будет. Поэтому сейчас думай не о том, как бы тебе еще протянуть несколько десятков лет. Трать. Потому что ты никогда не потратишь. Бог тебе будет еще больше давать и больше. Больше и больше. Ты будешь тратить специально, а тебе будет Бог давать еще больше и больше. Почему? Потому что ты перестал быть болотом, который копит, копит, и все тухнет. Ты решил быть ручьем. Капостол Павел говорит, веру сохранил. Течение что? Совершил. Я продолжил. Я позволил течению, реке жизни потечь дальше. И она понеслась туда, в народы. Мы все знаем с вами, все верующие в Иисуса знают, что Иисус ходил и освобождал людей. Освобождал людей. Представьте. А почему? Потому что он сам был свободен. У него не было страха. Послушайте. Если он мог общаться с прокаженными, это говорит о том, что либо этот человек просто не знает, что у того проказа, либо он не в себе, либо что-то еще. И вы знаете что? Было что-то еще. У Иисуса не было страха. Не перед прокаженными. Помните, когда прокаженные пришли и сказали, Иисус, если хочешь, очисти нас. Написано, он коснулся их. И сказал, хочу очистись. Коснулся. Зачем касаться? Скажи только слово. Он показывает, что в нем нету страха. Что он дотрагивается до человека в эпидемии. В страшной болезни, которая по ветру переносилась. Иисус может тебя сегодня освободить. И тебе нужно бояться не какого-то вируса или какого-то бактерии. Тебе нужно бояться главного вируса. Главный вирус – это страх. Это оружие сатаны. Поверь, у Евы было все хорошо в жизни. Так хорошо, как ни у кого. Никогда еще на земле не было. У Евы было так все замечательно в жизни. И у Адама. И приняв вот этот вирус, что с ними стало? Так плохо. Так ужасно. Почему? Потому что они стали слушать слово дьявола. Слово дьявола, информация дьявола, новости дьявола всегда принесут к тебе страх. Почему? Очень просто. Бог пришел на встречу к Адаму и не увидел его там. И это странно. Это странно. Какие могут быть причины? Всегда Адам был на встрече с Богом. В прохладе дяди встречались. И тут Адама нету. И Бог взывает к Адаму и говорит, Адам, где ты? Я говорю, я здесь. А что ты там, а не здесь? А я убоялся. А я убоялся. Страх тебе приходит. Сатана просто так не приходит тебе. А он тебе обязательно страх приносит. И представьте, что страх парализует. У тебя еще все хорошо. Но так как ты услышал эту новость, у тебя уже все плохо. Внешне у тебя все хорошо. Люди думают, везет же ему. У него так классно все. А он внутри уже разрушен. Уже домик рассыпался. Почему? Вирус допустил. Не слушайте страх. Я говорю, если бы церковь. Представьте. Церкви по всей земле. Послушные, причесанные просто. Просто как армия. Церкви сказали, не собираемся. Ни одна церковь не собирается. Я не против послушания правительству. Слушайтесь правительству. Я просто ревную о том, что если бы церковь так же сама, пастора, которые сказали, отменяем служение, отменяем служение, если бы они так же были бы послушны слову, каждая церковь на земле, каждый пастор, каждый верующий, вы не представляете, что эту землю трясла бы слава Божья. Огонь Святого Духа сжигал бы все. Все бактерии, все. Просто не было бы вообще ни одной проблемы. Но это говорит о том, что верующие живут землей. О земле помышляют. Апостол Павел говорит, если вы воскресли со Христом, помышляйте о чем? О небесном, о горнем, где Христос сидит, одесну Бога. А где? Небеса. Помышляйте об этом, а не о земном. А верующие сделали все точно наоборот. Давайте, братья и сестры, думать, как здесь жить. Как здесь хорошо жить. А почему ты о небесном не думаешь? Библия говорит, о небесном надо думать. Нет. Думают о земном. Вот когда человек думает о земном, он будет страдать обязательно, он будет переживать за все. За все. Потеря, 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 потеря. Уже акции снимают, уже не знают, все упало. Тебе не в акции надо вкладывать, а в служение Иисуса Христа надо вкладывать, в Царство Божие надо вкладывать свои финансы. Если тебе Бог доверил. Помните, как в прошлый раз я говорил несколько недель назад, что, представьте, Божья воля, против нее выходит сам человек. Даже если она лучше человеческой воли, человек сам атакует волю Божью. Например, я говорил, представьте, если Божья воля в том, чтобы вы стали финансово богатым человеком, в прямом смысле слова, имели много денег, и, там такое и, служили бы этим церквам, Царству Божьему, поддерживали бы служение, первое, человек согласен, я богатым, Господь, точно твоя воля? Я хочу, я же стремлюсь всю жизнь, стать богатым. А Господь говорит, давай, и будешь служить своим имением, как Корнилий, как другие. И, представляете, когда человек богатеет, он говорит, а что это я буду им давать? А что это я буду им давать? А что я буду им давать? Представьте, и Бог опять говорит, опять 25. Никому деньги нельзя доверить. Сразу присваивают, сразу прям садятся на чемоданы с деньгами. Такой страх у них. Деньги, 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 деньги. Я не видел, чтобы Корнилий так паниковал. У него были деньги, и он служил спокойно. Вкладывай сегодня свои ресурсы. Вкладывай в Царство Божье. Ты не понимаешь, что ты оставляешь эту жизнь. Ты ее оставляешь. Ты транзитом здесь. И это многие не могут понять. Никак. А как? А что завтра? А как я буду жить? А как я то? А я... Слушай, тебе надо просто уверовать в Евангелие, в начальное Евангелие, что Господь, Бог, сотворивший землю и родивший тебя на этой земле, прокормит тебя и обеспечит. Не переживай, дорогая душа. Последнее, что я хотел бы сказать. Петр, внимательно, внимательно, внимательно услышал, что Иисус ему сказал. Затем внимательно смотрел на Иисуса, и он шел по воде. Потом он отдал свое внимание этому миру, и он внимательно изучал этот мир, анализировал его, анализировал ветер, анализировал волны и стал тонуть. Послушайте, кому мы отдаем свое внимание сегодня? Это часть нашего поклонения. Это то, что дьявол предложил Иисусу, но был отвергнут с позором. Он сказал, падший, поклонись мне. Когда ты весь предаешься этим мирским новостям, этому миру, прогнозам, ты падший, ты поклоняешься этой системе. Ты не веришь, что Бог твой избавитель. Что Он провел тебя по пустыне, что Он провел тебя через Красное море, что Он избавил тебя от всех казней. Там умирали люди, здесь никто не умирал, даже не было намека. Бог показывает свою всемогущность. Послушай, стоит верить Богу на все 100%, поэтому Бог ищет поклонников, которые будут поклоняться в духе истине. Это означает, они будут свое внимание, свою веру, свое зрение, свой слух и свой мозг, мысли о том, о чем мы думаем каждую секунду, отдавать Богу. Вот почему многие, когда молятся, не поклоняются Богу, поют Богу, но не поклоняются Богу. Внимание не там, внимание рассеяно. Собери свое внимание, собери, концентрируй его на Боге, и ты увидишь чудо в своей жизни. Пусть вас Господь благословит. Радуйтесь, радуйтесь Господе, не печальтесь. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok